1968 год. 19-летние игры в Мехико. Именно они принесли первую высшую олимпийскую награду, завоеванную представителем республики боксером Валерианом Соколовым. Правда, мало кто знает, что вовсе не он был первооткрывателем Золотого Олимпа из числа родившихся в Чувашии. 26 октября, в предпоследний день игр, боксер Соколов выигрывает в финале веса до 54 килограммов. А за два дня до этого, 24 октября, Светлана Черкова, родившаяся 5 ноября 1945 года в деревне Тапнера Цивильского района, поднялась на высшую ступень педестала почета в составе женской команды советских рэперисток. Подготовили же эту блестящую спортсменку и довели до Олимпийских высот в Эстонии, куда она переехала вместе с матерью, будучи еще пятилетней девочкой. Мы к ней, как к спортивной организации, никакого отношения не имеем. Она как уехала девочкой до школьницы, в первый класс она поехала, там у мать ее учится, и поэтому от и до она воспитана Эстонией, как к спортсменке имею в виду. В 60-е годы боксерский зал спортообщества «Динамо» находился не на втором этаже, как в настоящее время раньше здесь располагался гимнастический зал, а в полуподвальном помещении, где сейчас музей пива. Можно сказать, что с вот этих низин Валериан Соколов поднялся в буквальном смысле до Олимпийских высот, ведь 19-е Олимпийские игры, которые принимала столица Мексики, проводились на высоте 2240 метров над уровнем моря. Горошева, во-первых, тот факт, что я в весе 54 килограмма, это легчайший вес. В общем, тот факт, что в моем весе почему-то 78 участников. В общем, больше всех, чем по сравнению с другими весовыми категориями. То есть мне, по-нормальному, надо было 7 боев провести, я фактически провел 6. Раньше, до встречи с Валерианом Соколовым, я думал, что при измерении собственного веса в обморок падают лишь девушки перед началом купального сезона. Но оказалось, что этому состоянию подвержены и могучие боксеры-мужчины. В одном бою очень повезло. Знаете, в общем, как повезло? Вот вес сгонять, в общем, я тоже сгонял 6 килограмм веса. В общем, ну, вот при росте 170, например, в общем, 54 килограмма, в общем, сделать от веса тяжело. Это недоедание, недоповивание. В общем, мы постоянно тренировали в таком сгоночном костюме, в общем, синтетическом, в общем, надо было потеть. Мы с тренером, вот с Огуренком, с Виктором Ивановичем, в общем, тогда же это сейчас, в общем, ездят, в общем, лично тренеры, на Олимпиаду, там все, в общем, тогда не было, Герасимова со мной не было. Вот, значит, утром взвестились еще в четвертьфинале, вот, и, значит, хотели, ну, уже собрался идти, он говорит, подожди, в общем, твой соперник еще не взвесился, давай посмотрим. Он никак не может сделать вес. В общем, гонял, бежал, бежал, в общем, ну, осталось, в общем, три минуты до кончания взвешивания, там же реклама своеобразная. И, в общем, тренер ему, давай-давай, в общем, встал на весы, там, полотенцем обтер с себя пот, встал на весы, так, в общем, там начали глисердому прикидывать, в общем, он так раз-раз-раз-раз, и банс, и упал, потерял сознание. А по правилам соревнований, в общем, на весы надо, чтобы зафиксировать, ее нужно только один раз вставать. Вот, сошел, там, независимо от причин, значит, его взяли, сняли. В общем, я без боя стал, в общем, вышел в полуфинал. В полуфинале я встретился с японцем Мариокко, это самый-самый тяжелый бой вообще за всю мою боксерскую спортивную карьеру. Вот, когда закончился, в общем, третий раунд, вот, я чувствовал, выигрываю, но уверенности нет, потому что как судьи еще посчитают. И вот мне нужен был, в общем, бой закончился, гонку застал нас в центре ринга. И вот мне нужно было идти, в общем, к своему углу, к своему тренеру. И мне сил не хватило, я не могу идти никак. Вот встал, в общем, шаг сделать не могу. Настолько, потому что, может, еще от того, что бой кончился, где-то расслабление наступило. И вот мне судья так, оп, под ручку взял и повел, в общем, привел в угол. Как известно, в жилах великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина текла африканская кровь. Вот и Валериану Соколову суждено было встретиться с поэтом из Африки. Встреча эта произошла, как ни странно, в финале Олимпийского турнира по боксу 1968 года. Рядари Мукванга из Уганды, соперник Валериана Соколова, впоследствии переквалифицировался из боксера в известные поэты своей страны. Художника обидеть может каждый. Вот и Валериан Сергеевич Соколов тоже обидел своего оппонента еще в первом раунде. Он, в общем, тоже шесть боев провел, и из них, в общем, он четыре боя выиграл заявлено преимущество, либо нокаутом. Вот очень ударный такой взрывной боксер. Мукванга, как сейчас я помню, это из Уганды. Ну, в общем, получилось, что получилось. В общем, мне быстро удалось остановить. Там вот как раз опять-таки удар по печени. В общем, дыхание, в общем, он садится на пол, судья ему считает, дыхание сбито. Он пытается опять кинуться, в общем, уже, говорится, не очень уверенно, в общем, не так быстро. В общем, я его еще раз, в общем, там, по печени, правой, в общем, сбоку голову. Он падает. Судья даже не стал считать, в общем, подняли, в общем, нас развели. В общем, за полтора минуты, в общем, я, в Гульце, финальный бой выиграл. Внимание! Говорит и показывает Москва. Начинаем нашу спортивную передачу. Какой Николай Николаевич Озеров. Какую передачу, елок. Чебоксары, слушайте, Чебоксары, ведь у вас чемпион родился. Это было что-то бесподобное. Мы жили на южном поселке, и телевизор был, по-моему, восьмиквартирный дом у одних только наших соседей. И я помню, что взрослые говорили, что будет боксировать наш земляк Валериан Соколов, и мы, дети, там столпились. Но, насколько я помню, показывали очень поздно. И я уже сквозь сон только слышал, что вроде бы силуэт, и помню, что очень здорово кричали, болели. Но я уже был в полусне. И помню, что еще мы, значит, ходили его встречать, где он проезжал, там, как-то. Вот. И вообще вот это, наверное, внутренне у меня сыграло решающую роль, чтобы пойти в бокс. Да, я видел Олимпиаду. Я начал заниматься боксом 67-го года. И смотрел, переживал за Валериана Соколова. Смотрел вот его бои, переживал. Очень трудный бой у него был с японцем. И откуда-то из Японии какие-то сильные боксеры в свое время. Прямо Валера тоже с трудностью, но собрался. Да, после нокдауна даже. И выиграл этого японца. Да и в финале Веду явно выиграл, доказав, что он все-таки отличный боксер и олимпиадский чемпион. По телевизору показывали. Показывали. В общем, полуфинал показывали, финал показывали. Финал полностью показали по боксу. В общем, по чувашкому телевидению. Там все видели. В общем, вот ребята, друзья, товарищи, знакомые. Мы, говорит, видели, как-то там хорошо, я там негров садил в живот. Они же не знают, что я по печени бил. У меня матери нет, в общем, отец, он вообще, говорится, гордился. В общем, он участник Великой Отечественной войны. В общем, там сильное ранение получил, страдал всю жизнь после этого ранения. Вообще, говорится, плакал. Как увидел, в общем, говорит, вот не ждал. В общем, типа, что ты таким станешь. Заехали в Чуашию, на каждой остановке поезд останавливался на Сочаре. А в Канаше, вообще, устроили такую встречу, что никогда не забуду. Я вообще не ожидал, в общем, такой встречи. Ну, не ожидал, честно. У меня уже, говорится, в Канаше, в общем, до Канаша ехали. В общем, говорится, в Канаше, говорится, там, ну, человек, наверное, 100-150, в общем, на перроне стояло. В общем, там, цветы, там, прочее, в общем, возгласы, там, даже, в общем, я помню, транспаранты, там, и Побравляем, там, Соколов, молодец. Конечно, все были, как бы, священы. Ну, первый чемпион, первый, значит, этот самый, причем молоденький мальчишка, скромный такой. Ну, чувствую, что ему 22 года, ну, что, вид-то какой, знаете, эти 22 года. Ко мне, в общем, очень, в общем, такое, замечательно, такое хорошее отношение было с жителями Чебоксара, с жителями, в общем, республики, куда они ездили, в общем, они меня очень тепло встречали, поздравляли. Вот я, я чувствовал, что это они искренне делают. Ну, дай там, мол, тебя потрогаю, в общем, что ж такой худой, как же там, ну, выиграл, в общем, откуда силу-то взял. Впрочем, ни золотой медали, ни поздравлений могло и не быть. В один из соревновательных дней Вариан Соколов попал в глухую пробку и опаздывал к началу своего боя. Помог ему простой мексиканский мотоциклист. К чему я это все говорю? А к тому, что хороших людей гораздо больше. Найти их можно в любой точке земного шара, от Мехико до Чебоксар. Сеньор, у стэд поеда кондусир, а стэль импрессо де телевизион? Кларусин, проблему. Сеньор, у стэд поеда кондусир.